Замечания к качеству списков избирателей, злоупотребления властью и ограничения деятельности партии Шанс на три месяца. Ассоциация Промолекс запустила миссию по наблюдению за президентскими выборами и референдумом 20 октября и представила первый отчет на эту тему. Он охватывает период с 16 мая, когда парламент утвердил дату выборов и всенародного плебисцита, по 20 августа, то есть до дня регистрации кандидатов в президенты и участников референдума. За этот период, как заявил программный директор Промолекс Николай Панфил, уже был допущен ряд нарушений. Например, незаконная агитация на тему референдума до начала избирательной кампании, в частности, со стороны правящей партии действий «Солидарность» и использование ее административного ресурса. Мы наблюдали в публичном пространстве информационную кампанию, запущенную правительством Республики Молдова в период с 8 июля по 18 августа. Были использованы бюджетные средства для ее реализации, и более того, некоторые из действий, вернее, часть из этих мероприятий, проводилось уже непосредственно, когда начался избирательный период, то есть после 1 августа. А согласно законодательству, запрещено использование административных ресурсов в избирательный период. В Промолекс также обратили внимание на то, что число избирателей, которые могут принять участие в выборах 20 октября, почти на 15 тысяч человек больше, чем на президентских выборах 2020 года. И это при том, что рождаемость в стране падает, а миграция растет. В государственном регистре избирателей по состоянию на 1 августа было зарегистрировано 3 миллиона 300 тысяч 600 избирателей, что практически идентично количеству избирателей на прошлогодних местных выборах. В то же время, если сравнивать с президентскими выборами 2020 года, наблюдается рост числа избирателей почти на 15 тысяч человек. В условиях низкой рождаемости и растущей миграции это вызывает озабоченность, поскольку возникают вопросы о качестве списков избирателей и данных государственного регистра избирателей. В своем первом отчете Ассоциация Промолекс упомянула и отказ Центральной избирательной комиссии регистрировать Блок Победы для участия в президентских выборах и референдуме 20 октября, мотивировав это тем, что название блока похоже на название одной из партий, входящей в него. Между тем, как объяснил Николай Панфил Пятому каналу, в Кодексе о выборах не говорится о невозможности регистрации блока на том основании, что его название совпадает с названием политформирования, которое в него входит. Мы заметили определенные пробелы в законодательстве в этой связи. ЦИК ссылается на инструкцию по регистрации предвыборных блоков, а мы, в свою очередь, констатировали отсутствие в Кодексе о выборах подобных ограничений или мотивов для ограничений при регистрации предвыборных блоков. Разумеется, предстоит посмотреть, каким будет решение апелляционной палаты. Проанализируем, посмотрим, какие аргументы будут высказаны в соответствующем решении, будет ли поддержано судом решение ЦИК. Ассоциация «Промолекс» рекомендует Центр-Избиркому проанализировать этот момент и предусмотреть четкие и ясные механизмы регистрации избирательных блоков, чтобы в будущем больше не возникало таких ситуаций. Напомним, Центр-Избирком отказался регистрировать блок «Победа» в качестве конкурента на конституционном референдуме и президентских выборах. В ЦИК это объяснили тем, что название блока идентично названию партии «Виктория Победа». Представители блока назвали данное решение незаконным и оспорили его в судебном порядке.